Всем привет, дорогие зрители! С вами Мистер Шпилкиз и мы возвращаемся в Трамбл Вэлли и продолжаем выживание в мире зомби-апокалипсиса первой части игры State of Decay. Друзья, честно, я не помню, что у нас с вами было в прошлой серии. Те, кто смотрел, я думаю, те помнят. Те, кто не смотрел, обязательно посмотрите. Ну а мы с вами давайте продолжать. Помню, что у нас был разговор здесь с нашими постояльцами нашей базы о том, что желательно бы, наверное, поискать какое-то новое местечко. Еще в комментариях попросили поиграть с других персонажей. Что ж, давайте попробуем. Давайте, наверное, сыграем за Эда. Очень интересный персонажик. Наконец-то он оклемался, выздоровел, в отличие от меня. Да, я думаю, что многие из вас знают, что я немножко приболевший. Но вот потихонечку восстанавливаю силы, потихонечку нахожу их, чтобы записывать ролики. Давайте поищем Эда. Что-то как-то не попадается мне тут на глаза. Возможно, он на вышке. Нет, на вышке не он. Как их находить на самом деле? Может быть, как-то можно переключаться по-другому, да? Давайте попробуем. Это у нас где? Стоп-стоп-стоп. Вот он. А, так подожди, он, получается, пропал. Интересно. Мне, кстати, за Майю Торрес еще порекомендовали поиграть. У нее есть винтовка Форестер. Интересно. Может быть, сыграем тогда за Майю давайте в этой серии? У нас по нулям с ресурсами, да, с ресурсами для строительства. Нужно что-то с этим делать. Ну, а Эда нам нужно поискать обязательно. Давайте попробуем сыграть за Майю. Нет сил, подменишь меня? Отлично. Ну что, друзья, я вас поздравляю. Наконец-то у нас на шестой серии сменился наш главный персонажик. Вот такая вот бодрая девчушка. Бегает, по крайней мере, она очень быстро. Надеюсь, что это нам поможет. И, смотрите, у нас светится прямо сюда задание. Наверное... Да, наверное, поговорить нужно нам с Джейкобом Риттером. Собственно, он в прошлой серии и говорил о том, что желательно бы найти какое-то новое место для базы. Так, нет, дай мне остыть рано или поздно. Сама успокоиться. Свалить отсюда ненадолго, возможно, неплохая идея, если не хочешь заняться поиском дома. Хочу, хочу, хочу. А еще хочу найти Эда. Я думаю, что поиск дома, наверное, подождет... Вот, пропавший, выживший. Это, собственно, он и есть. Наш Эд. Давайте-ка мы за ним сгоняем, только предварительно нам бы желательно пополнить все наши запасы. Что у нас, собственно, есть? А у нас куча всего, друзья. Вы смотрите-ка, какая красота. Ну, давайте мы, наверное, пока выкладываться, да? Нам столько не нужно. У нас есть топор, отлично. У нас есть винтовочка, 30 патронов. Ну, я думаю, что для счастья у нас есть все, что нужно. Единственный момент, у нее, по-моему... Да, у нее не берется по 4. По-моему, у Маркуса вроде бы берется по 4. Так, что-то там происходит у нас. Лили разговаривает с кем-то по рации и получаем задание охота на зомби жиртрест. Вы следите жиртреста. Жиртрест, в смысле, это джиггернаут или что? Что за жиртрест? Что еще за история? Где нам здесь перелезть, наверное, где-то здесь? Ну что, Майя, давай, покажи, на что способна. Тебя тоже нужно немножко подкачать. Заодно проверим, какие у нее там есть боевые вот эти вот рукопашные способности, что она умеет делать. Так, тихо-тихо. Братан, обожди. Ну, а ровно то же самое, в общем-то, она умеет делать, да? Сейчас, сейчас, добьем и отдохнем. Я думаю, так. Так и поступим. Так, ну что ж, давайте пробираться потихонечку дальше. Это там куда-то влип, в какую-то передрягу. Ну, Майя, перелезем, нет? Нет. Не перелезем. Смотри, смотри, бежит, бежит, бежит. Красавчик. Слушай, а вас тут немало, ребятушки. А ну у вас всех в одно место. Давай-давай-давай. Оп, красиво. Так, надо передохнуть, либо снеки закусить. А сделаем красиво, давайте, да? Подкрадем сейчас со спины. Ну, неплохо. Неплохо, я считаю, неплохо получилось. Так, смотрим, что у нас здесь. Какие у нас могут быть проблемы. Я коктейли Молотова не взял? Кстати говоря. А надо было бы, наверное, потому что вдруг придется сейчас отбиваться. До свидания. Так, Эд, ты что тут сидишь? Давай, выходи. Обалдел, что ли? Приступим к поискам. Что думаешь? Я пущу... Пущу тебя одного? Это ведь хорошо, верно? В смысле, это не отстой. Эд, ты завязываешься всеми шуточками, сидишь здесь с зомбями. Смотри, какое. Так, это Клео, заказ доставлю. Так, окей. Кстати, вот это склад с материалами, а именно материалы нам и нужны. Давайте попробуем поискать. У нас, по-моему, что-то здесь оставалось, да. Все, полностью зачищен. Как раз вот этот мешочек нам пригодится. А давайте возвращаться на базу. Я думаю, что, наверное, быстрым, быстрым темпом это сделаем. Надеюсь, что зомби никакие не сагрятся. И мне не понадобится резко выносливость. А Майя-то у нас не качаная, да. То есть мы играли в основном за Маркуса все это время. И получается так, что Майя у нас, как бы, довольно быстро выдыхается. Вот сейчас замечаю, очень быстро. Нужно нам это обязательно учесть. Так, отлично, вылазка с ресурсами. Ресурсы доставлены, прекрасно. Зарабатываем немножко ресурсов и влияния. Так, окей, посмотрим, что у нас дальше. Прямо как дома. Ну, это как раз-таки задание, скорее всего, Джейкоба, да, по поиску себе нового дома. Что у нас здесь? Дозор. Наведитесь на толпы зомби. Друг в беде. Ну, надо выручать, надо выручать. Это боевой дух, кстати, у нас падает. А, стоп, коктейли Молотова хотел взять. Давайте, наверное, возьмем. Если они, конечно же, есть. Есть какие-то не те. Ну, нет так нет. Есть вот эти мины, но мины как-то мне в меньшей степени нужны. Кстати, давайте посмотрим по навыкам. Что у нас по навыкам у Майи? Вылазка с ресурсами. Странный сигнал. Давайте прочитаем. Надо расшифровать сигнал, который получила Лили. Это может быть важная информация. Майя. Хорошо. Так, борьба улучшена. Это неинтересно. Выбыл на пропавший, выживший. Эд был мной найден, а я доставил его на базу живым и невредимым. Так, была мной найдена, а я доставил ее на базу живой и невредимой. А, то есть это одна запись от Эда, да, одна запись от Майи, получается. Так, охота на зомби. Жиртрес, кстати, вот это задание мы с вами недавно получили. Ребята Миллера совсем распоясались, разгуливают по улицам пьяные в хлам. Это наделает много бед. Замечен уникальный зомби. Брайан Барт. Ммм, слушайте, именной зомби, интересно. Так, сводка. Как раз таки что у нас произошло на базе, да, за сутки. Так, тактика выживания, продуктовый склад. Нет, нет. Короче, надо бы по-хорошему прокликать все вот эти вот, чтобы у нас тут не висели восклицательные знаки, да. Все, все, прокликали, отлично. Теперь будем знать, когда у нас что-то здесь появится новое. Так, Эд у нас уставший, пусть отдыхает. Ты кто? Карен Толберт. Что-то, кстати, ей надо. Студент, пьяный алкаш. Алкоголик, пьяный алкаш. Жесть, боже мой, сколько, сколько негативных сразу, да, в одном персонаже. Ну что, погнали, наверное, тогда поможем другу. А это, кстати, что? Охота на зомби. Вот он, жертвест. И может быть, тогда вместе с другом мы до жертвеста долетим, например. Так, а что происходит? Желающие появились? Так. Рванем, наверное, на норме. Тачек много, будем потихонечку норму добивать. Когда бьем, тогда возьмем что-нибудь другое. А сейчас, может быть, заодно передавим всех здесь машиной. Если здесь будет много зомби, например. Вон полицейская машинка стоит. Кстати, было бы неплохо ее взять, наверное. Сколько здесь зомби? Непонятно пока. Так, заходят, заходят, смотри. Давай-давай, я иду. Опа, красиво. Слушай, неплохо разобрались, довольно быстро. Остальные вроде бы не идут, да, но, по-моему, там кто-то есть. А, вот сагрился еще один. Кстати, это бронированный военный. Ну, с ним мы разберемся красиво. Слушайте, хороший кадр получился. Такой прям летит. Поджопник. И все еще в замедленном. Очень здорово. Все, ребятушки, отдыхайте, не мешайте мне. Дальше, наверное, рванем на полицейской машинке. Что-то захотелось именно на ней. Кстати, кстати, там зомби идут. Хм-хм. И прямо идут четко же сюда, уроды. Я не хочу. Валите отсюда. Пока живы. Пойдем полутаемся, наверное. Воу. Не слабо. Очень не слабо, слушайте. Ну, по еде, конечно, мы с вами затарены очень сильно. Мне кажется, что нам столько даже и не нужно. Хороший комбо получился. А вот там толпа идет, да? Идет она сюда. Куда-то сюда. Ну, если что, будем давить тогда тачкой. Погнали, я думаю, перекладываться. В полицейскую. Так, я вот не знаю, стоит ли сейчас подъезжать. Наверное, не стоит. Все-таки толпа недалеко может сагриться. Придется лишний раз тачку долбить тогда. Давить их всех. Ну, как вы запарили? Откуда же у вас тут столько-то взялось? Че, еще один, что ли? Непонятно. Нет, где-то он там рядом. Беснуется, орет. Нервничает, но не подходит сюда пока еще. Ммм, я забыл переложиться, да? Остальное переложить. Стоп-стоп-стоп-стоп-стоп-стоп. Жесть, они прямо здесь. Скорее всего, заметят меня. Наверное, не будем мы сейчас с вами заморачиваться и просто передавим всех тачкой. Я думаю, что это будет куда более правильное решение, чем... Да, вот они, собственно, все бегут. Ну, вот и все. Остальных добьем так, я думаю. Да, жесть. Подожди. Че, я кнопок нажал, лишних там кучу. И пробел, и другую кнопку, но не нажал быстрое убийство. Так, окей. Вы знаете, я думаю, что можем даже подъехать, наверное. Слушайте, зомби прут просто нереально. Их очень много. Так, борьба вовремя четыре. Неплохо. А, я снова переложиться забыл, жесть. Так, что мне нужно? Вот это. Вот это. Вот это. Вот это. Там очередная толпа прется. Я теперь понимаю, на самом деле, вот это наведение артиллерии, в чем плюс, да? То есть, ты залезаешь на вышку, и за буквально там пару минут очищаешь практически всю округу. А идут они четко сюда очередной раз. Давайте, наверное, и эту толпу тоже передавим. А, там Джигернаут еще, короче, да? Понятно. Он, вроде бы, не пошел за нами. Так, хорошо. Хорошо, неплохо. А, смотрим дальше. Что нам нужно выложить еще? Да, вроде бы, больше ничего. Все остальное наше. Выкладывать лишнего не хочу, поэтому... Оставлю это у себя. Хм. Интересно, а у нас, кстати, не все еще залутано здесь, да, получается? Да, еще вот целых две стойки. Ну, а чего ты? Смотри, как это делается. Оп, и все. Неплохая получилась вылазка, потому что мы еще даже не все забрали. Ну, давайте заглянем вот сюда. Что здесь может быть? В канистре. В канистре есть канистра, отлично. Ну что, отвезем тогда, наверное, сейчас на базу пропавшую-выжившую. И я думаю, что, наверное, отправимся на поиски вот этого именного зомби. Мне кажется, это будет интересно. Оу. Тут даже летающие машины есть. Жесть. Так, давайте посмотрим, у нас мешок с чем. Честно говоря, не помню. С топливом, по-моему, да? Вроде бы мы последний забирали канистру. 25. У нас перебор идет по топливу. Это не очень хорошо. Так, это убираем, это оставляем. Все вроде бы нормально. Медицины много. А, кстати, коктейли молотого-то вот они. Я их не заметил. Они-то есть, оказывается. Ну хорошо, оставим пока. Так, Майя Турес. Спецификация оружейная. Тяжелое оружие. Режещее. Ударное. Да чертово знает, на самом деле. Обезглавить. Плюс 25%. Сбить с ног. Ну, знаете, обезглавить, мне кажется, как-то звучит более... А как это берется? То есть просто выбирается вот так вот и все? Ну-ка, например, если мы сейчас включим... Нет. Это берется как-то по-другому. А, вот выбрать, на кью. Удерживайте кью. Да возьму. Режещее возьму. Почему? Приятно звучит. Хотя... Да, я, может быть, поспешил, конечно, не знаю. Нет, подожди. Оружие... Режещее оружие. Оружейная специализация. Может быть, стоило бы подождать, и там бы открылись какие-то другие еще, да? Короче, ладно, ни черта не понятно, как это все работает. Энтузиазм. Люди начинают находить общий язык. Это полон энергии горит желанием действовать. Обязательно возьмем тебя. Это в будущем. Так, найти и спасти. Сэм получила небольшую встряску, но пусть лучше так, чем что-то более серьезное. Майя. Хорошо. Вылазка за ресурсами. Мне удалось собрать ресурсы, принести их на базу. Так, скажем так, я больше не плачу, когда ломаю ноготь на пальцы. Никогда. Популярность плюс один. Хорошо. Ну что, друзья, отправляемся на поиски, наверное, вот этого именного зомби. Заманчиво вот сюда залезть, да, и устроить геноцид местным толпам, потому что они забирают кучу времени. Наверное, так мы с вами и поступим. Сейчас всем ломаем там лица. Давайте-ка, наверное, я сделаю вот так. А вот это все пока оставлю здесь. Это источник еды. Еды у нас очень много на базе, и без того нам пока не обязательно. Я сейчас вот остатки выброшу вот этих вот снеков. Тем более по десяточке залетает. Неплохо. Кстати, что у нас с рюкзаком? У нас рюкзак не очень, а у нас есть очень рюкзак. Да, кстати. Давай. Экипировать. Оп, прекрасно. Этот сюда. Отлично. Плюс еще несколько ячеек. Что-то я забыл заглянуть сюда в рюкзачок. Но он, оказывается, есть у нас хороший, неплохой. Так, полицейская, пусть тачка здесь остается. Мы, наверное, возьмем с вами вот эту. Доехать нам без разницы, на чем-нибудь доедем. Так, капитан Морн, Монтерсер, гражданин Долин Драмбл, я знаю, что это трудно, но мы выждены настаивать на том, чтобы вы не хоронили... А, понятно. Предупреждение о том, чтобы не хоронить, а убивать там или сжигать, возможно, да, простреливать головы всем умершим. Прикольная машинка, она едет медленно, но чувствуется в ней вот... Какая-то такая... Масса, что ли, не знаю, как правильно выразить свою мысль. Неповоротливость, что ли, какая-то. Ну, не знаю. Если вы поняли, то вы поняли, если нет, то... Извините, сам не знаю, что и как говорить. Сейчас мы разберемся с толпами. Сколько их тут есть, я уже вижу одну. Желательно бы разобраться, потому что они будут мешать. Как минимум, забирать наше время. На разборки, на вот то, чтобы давить их машиной. Все это здорово, интересно, но это надоедает. Так, хорошо, удерживайте. Спецназ-зомби, нет, это не то. Спецназ-зомби. Дозор задания фейлит. Это еще почему? Короче, ничего не понял я прикола, как это должно работать. Но в итоге зафейлилась у нас задание. Так, смотри, неповиновение. Семьсот... Восемьдесят шесть метров. Это у нас где? Охота на зомби, скопление зомби. Рука помощи, помогите с доставкой. Вот, неповиновение. Примкнуть к сержанту Тану. Ну, слушайте, мы не так уж и далеко, в принципе, да, от этого места. Узнаете подробности о сигнале. Заодно там есть сигнал. Я хотел, конечно, на именного сейчас скататься. Ладно, давайте на именного, застрелим его, а дальше там подумаем, что к чему. Не-не-не, нам не сюда, нам вот сюда. Так, хорошо. Давайте, наверное, какую-нибудь другую машинку возьмем. Это же Крикун, да, по-моему? Нет. Это просто какой-то безрукий. Вон там стояла интересная машинка, я бы взял на самом деле. Попробовал бы. Так, хорошо. Ладно, успею, наверное. Должен. Не, подожди, садись. Что делаем? Поехали. Да отвалил, уродец. Отвалил. Пошел вон. Получай дверью по лицу. Смотри, не хочет, а. Ну на, ну на. Хватай. Погнали, сейчас завалим вот этого именного. Я думаю, что это не должно составить каких-то больших трудностей. О-о-о, слушай. Тут как-то заехать еще надо. Короче, непонятно. Пока непонятно. Он где-то бродит, получается, в лесу. Давай попробуем вот так вот рвануть. А, рванул. Че-то здесь вообще какой-то рельеф совершенно странный. Как тут это все преодолеть? Какой-то гигантский кран упал, или топор, или лэп. Да, смотри, хитрость какая. Ты просто на тачке не можешь туда переехать. Ну давай попробуем как-то, может быть, вот здесь проехать, да? Может быть, с этой стороны дома? Так, а тут толпа, кстати, да? Да, жесть, нет, 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 нет. Так, окей. Давайте разберемся с остальными. Ну что, смотрим, где там этот зелененький? Да ладно, ну ты не можешь такого быть, почему? А, так подожди, он, получается, выживший. Я думал, он зомби какой-то уникальный. Как-то непонятное задание. Ладно, давайте разберемся сейчас. С оставшимися зомбачами, и тогда уже решим, что к чему. А я тебе в голову стреляю, друг. Там же было написано уникальный зомби. Жесть. Так, что тебе надо? Поможешь прикончить жретреста? Ну да, конечно. Найдите жретреста. Слушайте, а ты часом не джиггернаут? Может быть, они здесь именно так и называются? Жретресты? Что-то как-то стрёмно. Наверное, мы его застрелим с винтовки, я думаю. Ну что-то как-то это. Братан, сберись, а? Видишь, лутаю, не могу. Ну что-то какой-то вот стоишь, а ну... Нет бы, выскочил бы, даме помог. Вау, ты смотри-ка, винтовка буллпап. Под 5,56. Слушай, прикольная штука. Конечно, найс. Еще бы не найс. Воу-воу-воу. Братан, у нас проблемы. У нас проблемы, ты в курсе, надеюсь? Разобрались. Так, наверное, все-таки на тачке поедем, я думаю. Потому что нам нужно освободить немножко ума инвентарий, иначе выносливость выливается очень быстро. А, кстати, на тачке. На тачке-то на тачке, она уже дымится. Причем дымится над черным дымом. Ладно. Попробуем проконтролировать как-то. Чтобы не загорелось, не сломалось. Единственный момент, вообще непонятно, как тут надо ездить. Тут опора лэп, лежащая поперек тут всего, очень-очень сильно напрягает. Так, хорошо. Вот уже у нас где-то внизу. И жиртрест, наверное, и толпа там еще есть. Давайте-ка, наверное, мы с вами вдохновляющую речь сделаем. Немножко выносливости восстановим. Да, это Джиггернаут. Это на самом деле Джиггернаут, и нужно сейчас что-то придумать, как-то с ним разобраться. Я боюсь, что я, если спущусь, то у вас вполне возможно, я не поднимусь уже сюда. Так, тихо-тихо-тихо-тихо. Подожди, а он не может подняться, да? Ну да, он не может подняться. Это, собственно, нам на руку. Тогда мы его, я думаю, так просто здесь застрелим. Отлично, отлично. Ну толпа зомби заметила, плевать. Я думаю, что они тоже не поднимутся. Я думаю, что они не поднимутся, они поднимутся. Давай, руби бошки. Все, пошла заваруха. Заваруха пошла. Надо что-то делать. А мы остались уже одни, да, получается? Жесть. Подожди. Опасно, черт возьми. Так, неплохо. Вроде бы все нормально, да? Воу, было. Было как-то даже страшно. На секундочку. Давайте сейчас выйдем на дорогу. Пока не могу прочитать субтитры, друзья. Прочитайте сами, или на паузе, или как-то. Может быть, умудритесь так это сделать? Моя задача сейчас отсюда побыстрее убраться. И не врезаться ни во что. Жесть. Ох, не доеду. А тачка заряжена неплохо. Там мешок и... Буллпап винтовочка. А вот она уже и дорога впереди. Отлично. Так, толпа, да? Кстати, неплохая тачка. А может быть, а может быть, мы с вами сейчас перегрузимся, например. Да, так будет даже лучше. Потому что та тачка уже, честно говоря, еле едет. Так, теперь внимание. Нам нужно куда? Нам нужно попасть на базу. Давайте попробуем. Сейчас заедем в город, там уже будут места более-менее. Так, кризис веры. Брайан напуган. Какой кризис веры, ребят? Я тут пыхчу, как паровоз просто. Не знаю, что делать. Какие кризис веры? Я тут один все делаю. Ваша задача просто сидеть на базе и кайфовать. Так, это у нас все, кстати, еда. Наверное, вот сюда переложимся. У нас вроде бы здесь еда, да? Да. Смотри, гаденыш, какой вкусный. Ну, получай с локтя. А кто там на вышке? Кстати, а что у нас с патронами 5.56? Может быть, вот этот буллпап лучше взять? Потому что, ну, реально доверие больше внушает эта пушка на самом деле. У нас есть такие патроны? Это что? 7.62, 5.56, да, 100 штук есть, прекрасно. Давайте тогда вот это убираем. Вот это тоже. Ну и возьмем, наверное, одну обойму, да, я думаю. Ты какие берешь? 5.56, да, все правильно. Вот так вот. Топорик, топорик. Тоже по-хорошему бы скинуть его, но нам нужно что-то на замену. За 90 влияние. Нет, 90 дорого. Да не так уж и много у нас такого рубящего, да. Это оружие. Режещее, вот оно. А топор у нас тяжелый, считается. А вот этот режущий. И прикольно, смотрите, пока мы его не доломаем, да, то есть мы не можем взять новую. А нам брать придется. Да, придется брать и занимать лишний слот именно вот таким вот образом. Так, смотрим дальше, что у нас еще. Нужно снеки пополнить. И, наверное, медицинку тоже придется. Не-не-не-не, только... Неправильно. Взял снек, съел. Не то, не то, не то, не так. Ладно. Перерасход снеков, пошел. Ну, Майя любит всякие там печенюшки. Смотрим. Нам бы вот сюда попасть, было бы неплохо. А это что? Поднимите, посмотрите, нет ли опасности. Ну, можно, наверное, да, только у нас и здесь еще, прямо как дома, перебраться на базу попросторнее. А, я же ведь, наверное, так и проигнорировал, да? Нет, с Джейкобом у нас еще все нормально. Потому что мне казалось, что это задание как-то по-другому называлось, не так. Ладно, давайте попробуем сгонять и осмотреться. И потом, наверное, метнемся к этому военному. Да, что-то как-то не маневренная тачка, быстрая, но в то же время не маневренная. Как-то реально можно не рассчитать, как повернуть. Так, а куда я? Зачем я? Мне же не сюда. Нет, не сюда, вот сюда. Подожди, а как нам туда забраться? Где-то здесь, наверное. Чуть ничего не понимаю. Подожди, а как? Как туда попасть-то? Хм, интересно. Так, ладно, давайте разберемся с зомби. А то они так и будут лезть постоянно. Угу, хорошо. По-моему, где-то здесь, мне кажется, вот что-то вроде бы наподобие дороги такой, да, вырисовывается. Кстати, вдохновляющая речь. Все еще недоступно, к сожалению. А можно было бы на машине, наверное, рвануть, ну ладно. Попробуем так забраться. Главное, чтобы какой-нибудь ферал сейчас не выскочил из-под тишка. Вот это будет весело. Все, что-то, конечно, интересно. Такая обзорная вышка здесь, да? Естественная. Кусок огромной скалы. Так, смотрите окрестности. Много толп зомби обнаружили. Но это не очень хорошо. Да, действительно, изрядно. Это что такое? Союзник в беде, друг в беде. Жесть, да как эти задания появляются, боже мой. Вообще ничего не успеваешь. Не успеваешь даже вообще куда-то наметить какие-то цели и планы. Тут же вокруг тебя пачками появляются эти задания. Но союзник в беде, это плохо. Нужно нам его обязательно спасать. Ты смотри, тварь какая, а. Ну повернись ты. Хочу застрелить тебя, собака, просто. Нет, умчай, хотя бы так. Феральчик все-таки появился. Ты смотри, прям как в воду глядел, да? Что эта тварь появится. Помимо Ферала еще, конечно, куча тварей налетела. А мне показалось на секунду, что я видел, вот что-то такое там метнулось. Мелькнуло. У меня еще в голове была такая мысль, думаю, Ферал что ли бежит. Как-то я не стал озвучивать, потому что думаю, ну ладно, показалось, может там что, бумажка какая пролетела. На самом деле Ферал бежит, тварь, а. Жесть. Причем вот он повернулся спиной ко мне, уродец. И его никак невозможно достать. То есть ему невозможно в башку выстрелить, когда он спиной стоит. Очень долго, очень долго ты с ним возишься, надо бы побыстрее. Так, хорошо, а друг в беде. В принципе, это недалеко. Я думаю, что смотаемся. Поехали. Поехали. Так, где-то вот уже здесь. Нам нужно сворачивать, по-моему, да? Да, там, смотри, месяца-месяца с зомбями. Братан, я бегу. И там еще Джаггер, жесть. Я бегу, бегу, бегу. Закусил меня, гаденыша, получай. Воу, там толпа, да? Ну или что-то похожее. Ха-ха-ха, жесть, жесть, жесть. Разборочки. Давай-давай-давай-давай-давай, Снэки. Так, союзник в беде, отлично, отлично. Все, мы спасли его. Он может уходить. Но я думаю, что Джаггернаутом мы, наверное, лишний раз не будем сражаться. Ну его к черту, как говорится. А мы с вами что? Узнайте, что делает Сэм. Жесть, боже мой, как эти задания плодятся здесь. Это обалдеть, можно. Кстати, два Джаггера, да? Смотри, реально два. Не было же вот этого задания про Сэм вот здесь. Оно появилось только что. Кстати, может быть, передавить все-таки лучше тачкой. Что-то их реально много здесь идет. Плюс там еще и толпа. Так, топор сломался. А, ну по идее, должно быть другое. Стоп, 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 подожди. Несвоевременно. Это все несвоевременно. Так, а что там за человечек зеленый? Что это за прикол такой? То есть что такое? Взять рюкзак. А, это скорее всего по заданию, я думаю, да? Да. А вот там, по-моему, только что взорвалась мина, как раз-таки, которая вот от этого аванпоста стоит. И уничтожила, по-моему, целую толпищу зомби. А что за рюкзак, кстати? Союз в миде. Это как раз-таки у нас про Алана, да, задание, когда он на поле сражался. Это не то. Нет, задание... Мне и в голову не приходилось, что Сэм так сентиментально, Майя. Нет, это тоже еще пока не то. То есть нам, скорее всего, нужно доехать до базы, да? Или что? Че там Сэм сидит-то в доме? Ну ты что, идешь, подруга, или что там? Че у тебя происходит? Помочь Сэм найти Эдди Пимса. Ну давай. Хм, а там целых две толпы идет, да? Это плохо. Придется, наверное, давить. Выбора немного. Да жесть, слушай, я хотел дверь открыть. Все, разобрались, хорошо. Там, кстати, еще на подходе одна толпа. Давайте, наверное, и с ней разберемся. Двери нет. Все, 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 все. Ты жива там? Нормально все? Добивать не надо? Нет, не надо. Так, погнали, сейчас поищем там кого-то. По заданию. Как раз рядом с аванпостом. Так, нам оружие надо в руки взять. С ножом, конечно, интересно, но... Не стоит рисковать. Что-то как-то темновато. По-моему. Подождите, давайте-ка немножко гаммы накинем. Я вот когда перенастраивал на новом компьютере, все. Что-то немножко снижал гамму. Давайте вот так вот сделаем. Может, хоть чуть-чуть посветлее будет. Так, нет, здесь его нет. Лутаться пока я тоже не буду. Я вижу здесь кучу всего. Но что-то мне подсказывает, что пока не стоит нам лутаться. Давайте мы закончим с этим заданием. Воу, слушайте, интересно, на втором этаже ни разу еще не был. Так, пора двигаться дальше. Очень много лута приходится пропускать, но ничего не поделаешь. Ну, скорее всего, здесь сидит, я думаю. Последнее место. Пора двигаться... В смысле дальше? А куда дальше-то? А, вот, смотри, еще один появился знак. Прикольно. Так, нам бы колеса найти. Какие-нибудь колесики. Которые ездить умеют. Потому что здесь уже у нас с вами мало что осталось, что умеет ездить. Ну, вот эта вот тачка еще, я думаю, покатает нас немного. О, тихо, тихо, безумная какая-то. Это Эдди. Покойся с миром, ты толстый старый ублюдок. Да, слушай, Сэм, ты молодец. Умеешь подобрать нужные слова. Так, хорошо. Дальше смотрим. Я до военного не доеду, но Сэм нужно на базу отвезти. Или она... А, она сама доберется, да? Тогда, может быть, я и доеду до военного. Стильный ретро-мобиль. Это где? Давайте возьмем. Попробуем все-таки, наверное, доскочить. Хотя, вы знаете, ммм... Не знаю, я не уверен. Почему? Потому что, если у военного придется долго просидеть... Нет, наверное, мы с вами все-таки возвращаемся на базу, я думаю. Да, только почему-то я бежал за стильным ретро-мобилем, но так его и не взял. Давайте возьмем и вернемся на нем на базу. Посмотрим, что там на базе у нас происходит, потому что время уже, да, немножко поджимает. Я думаю, что мы вряд ли с вами в этой серии начнем это задание с военным, потому что, скорее всего, там придется повозиться. Воу, тихо ты, жесть. Тачки безумные здесь, конечно, некоторые. Просто безумные. Вы знаете, что хочу попробовать? Попробую сейчас полетать немного. Вот это вот место как раз позволяет нам... Да, немножко полетать можно. Хорошо. Жесть. Просто безумная машина. Так, что у меня за рюкзак на спине? Кто мне скажет? Что это такое? Зачем я его взял? Подождите. Либо это какой-то рюкзак, который... Я ничего не понимаю, честно. Вот он есть и есть, да? А что за рюкзак? Что сюда куда-то нужно доставить? Ну да, вернуть личные вещи. Найден рюкзак пропавшего союзника. Ммм, получается, это рюкзак, скорее всего, Сэм, да? Я думаю. Давайте доберем патронов себе до конца. Все. Полностью заряженное. Можно взять еще немножко снеков. Так, ну и, наверное, друзья, в следующей серии, я думаю, что мы с вами будем продолжать искать себе новый дом. Скорее всего, так. Поиграем, наверное, еще какое-то время за маю. Давайте посмотрим, кстати, что у нее там по навыкам. Появилось ли у нее что-нибудь? Нет. Нам еще качаться и качаться. Ну что ж, подкачаемся. Вот эти вот два товарища у нас, герои, да, последних нескольких там минут. Давайте посмотрим здесь. Что такое? Я нашла вещи про павшего товарища и принесла их на базу Майя. Молодец. Энтузиазм. Люди начинают находить общий язык. Карен полна энергии и горит желанием действовать. Хорошо. Вы стали выносливее. Понятно. Выполнено. Примерно такой концовки я и ждала. Все равно отстой, Сэм. Энди Пимс умер. Так, тактика выживания. Разобраться с зомби один на один сможет любой. А вот прикончить, сделаю толпу в ближнем бою. Тут надо быть мастером Майя. Выгляжу отлично. Так, еще где-то у нас там, да, немножко союзник в беде. Аллан попал в беду, надо помочь ему. Это мы тоже с вами выполнили. Так, прокликаем вот эти вот оставшиеся, да? Так, смотри, Брайан Барт еле-еле держит себя в руках, да? Боевой дух группы минус пять. Конфликтует. Слушайте, жесть, мы провели там полчаса, и за полчаса тут забился журнал вообще всем, чем только можно. Похоже, политика не вмешательства, которую придерживаются военные, это приказ сверху. Майя. Так, в других вышедших проблемы с нашествием зомби, решим. Но, все уже, друзья, будет происходить у нас в следующей серии. Спасибо, что посмотрели это видео. Если вам оно понравилось, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, в комментарии обязательно пишите. Советы, предложения и пожелания. Увидимся в следующей серии. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok